Когда я СВК создал, я за две или за три недели до этого только в фейсбук зашел. Офигеть. Опять Елик Клэв, да? Ну, чувак, извини. Когда-то, когда-то такое было бы СВК, то есть вот эта отзывчивость какая-то. Сейчас, к сожалению, по-моему, немножко ее утратили. Там абсолютно нормальная аудитория такая живая и люди понимающие, то есть там практически нет троллей. Да, чтобы завоевать, есть такое понятие, чтобы завоевать выважение, нужно сначала самому проявлять уважение. Что они там вообще потеряли? Какой смысл они, например, пришли они? Зачем они пришли? Они сами не знают. Они могут просто размазать, да, эту Галины Рыжкину там, я не знаю, и ничего от нее не останется. Седин задавал там, предположим, глупые вообще вопросы. Да говори, пацифист говно, да? Обыкновенные тролли все-вижно сломали Рашева, мега-троллик из НЕТа, да? Сделал говно. Да, пускай Рашеву сделали. Да угомоните его. Главное для чеснока это похвалить Еликпаева, поговорить о Сане, немножко поговорить о СВК, об СВК, обосрать Рашеву и Седина. Вот, супер. Привет, Ювижн, у нас сегодня Ай Кайрат, то есть фамилия, правильно, Нурмагометов. Нурмагометов, да. Нурмагометов, да, я вот, ну, на всякий случай, потому что я в фамилиях, блин, всегда это. По моим ощущениям, очень интересный товарищ, вот, почему? Потому что, ну, как я вот оцениваю, я тебе просто расскажу, то есть у меня есть люди и, как бы такие, скажем, в интернете, вот, ну, места силы, да, там, скажем, преступные группировки, ну, в хорошем смысле, со знаком плюс, вот, которые много чего делают, которые делают какую-то работу, за которыми интересно наблюдать, да, то есть, и вот я знаю, что ты возглавляешь одну из них, она в простонародье именуется СВК-пати, то есть, у вас же там с СВК-пати вообще все запутано очень, да, там, и Илья Легбаев там, я знаю, что, ну, мы же понимаем, что Илья Легбаеву привет надо передавать, а то масти не будет, вот, то есть, и Алишер там, но я знаю, что и ты очень сильные позиции там занимаешь, и Саня Цой занимаешь, вот, давай, первый вопрос, вот, расскажи, что у вас там, вот, внутреннюю кухню вот этой СВК-пати, СВК вообще чуть, ну, ну, наверное, к истокам вернемся, да, люди понимали, что такое СВК, и вообще, как, как вот получилась такая ситуация, то, что Саня занимается, там, предположим, оффлайном, я занимаюсь онлайном и так далее, да, там, Алишер сейчас к этому практически вообще никакого отношения не имеет, там, никаких активностей не ведет. Чтобы понятно было, дорогие наши пользователи, вдруг те из вас, кто ни хрена в интернете не понимает, это страшный человек. Я добрый. Спокойно, спокойно, подожди. Сколько ежедневно, вообще, сколько СВК, туса, количество людей? Ну, у нас в общей сложности в группе, по-моему, 3100 человек. Во! А, дорогие товарищи пользователи, но это не какие-то там спам-боты, это взрослые, реальные, серьезные, как бы, люди, да, то есть, которые, если они в один момент что-нибудь начнут все в интернет писать, то, скажем так, Казнету придется нелегко. Да нет, там, там абсолютно нормальная аудитория такая, живая, и люди понимающие, то есть, там, там практически нет ролей. Именно тем она и страшна, понимаешь, что если это живая аудитория вдруг озлится на кого-то, вы знаете, как я люблю СВК, ребята, про меня ничего, про меня надо только хорошее писать. Ну, на самом деле, у нас не было такого случая, чтобы люди выливали до какой-то агрессии на кого-то другого. Ну, это просто вас все в Казнете бздят, и никто вас не трогает, вот, по моим глубоким ощущениям, потому что, я давно заметил, кстати, вот как ты это можешь прокомментировать, все, что ассоциируется с Еликбаевым в Казнете, в принципе, священно. Опять Еликбаев, да? Ну, чувак, извини, это без Еликбаева в Казнете. Недавно в Твиттере вычитал, что одна девушка, знаешь, там, вот, прям я цитирую вот ее твит, полгода, и все-таки я решилась позвонить самому Еликбаеву, а я, знаешь, ну, там, в Меншес... Айка Вайтберг, да. Его уважают, да, его ценят, и, там, любой его пост, он комментируемый. То есть, неважно, да, там, есть такое понятие, то, что, вау, у меня, там, 9 тысяч фолловеров, у меня, там, 5 тысяч подписчиков в Фейсбуке, все, я крутой чувак. Ну, да, я не согласен, я вот тоже с этим не согласен. Кому это интересно, да, там, если я написал твит, да, предположим, у меня 5 тысяч читателей, но никто на него не отреагировал. Важно, за кем люди пойдут. Смысл, да. Мне кажется, понимаешь, вот Еликбаев, он... Нет, у него есть харизма. Да, он, ему люди, ну, за ним пойдут люди, да, вот, допустим, вот, извините, я вот при всей моей любви Глушенко, допустим, да, то есть, у Глушенко тоже до хрена фолловеров. Нет, Глушенко хотят убить, то есть, за ним не хотят идти, его хотят убить. Вот, нет, ну, нет, на самом деле, его по-доброму все любят. Ну, конечно. То есть, но это, когда Глушенко вскинет руку, да, и скажет, там, пацаны, там, что-нибудь, давайте замутим, все приколятся, сказать, Глушенко, что, говна объелся, ты, ну, понимаешь, а если Алиш так сделать, то это, сука, случится, понимаешь? Был такой момент у Глушенко, когда он создавал группу, он пытался сделать ее популярным, по-моему, даже сам им свои бабки туда вкладывал, группа была посвящена пиву, вот, ну, такая группа изначально вообще никакая не проигрышная, да, то есть, завалил туда людей, сам пригласил, подарил им пиво, и все, всем хорошо, все встречаются по пятнице, и так далее, как на СВК, ну, нифига подобного такого не случилось. Не пошло бы, правильно, потому что, видишь, я вот все-таки к тому говорю, что там вот что-то еще должно быть, ну, окей, ты же помнишь, да, что в комментах пишут, да, ебаный нерв всех перебивает, да, ну, ты, это, я буду тебя возрастить. А я не обращаю на это внимание, я тоже могу перебивать, не страшно. Ну, вот, согласись, это же, ну, по большому счету не так страшно. Абсолютно нормально. Смысл какой, что, вот, началось все, Алиш, ты, Цой, и вот, давай, вот, про СВК интересно. Ну, началось как, Алиш, Алиш мне один раз пишет, да, я создал группу Twitter Kazakhstan, вот, за день до основания группы СВК я создал группу Twitter Kazakhstan, вот, пригласил туда кучу народу. Я вообще не знал, кто эти друзья, друзья с Facebook, да, я их не знаю, каждый день там добавляется по 15-20 человек, да, сам сам подтвердит, он, наверное, на Facebook сидит. У меня тоже добавляется. Да, добавляется, и я не знаю, кто эти люди, я думаю, ну, надо что-то с ними делать. Всех нафиг кто-то добавил в эту группу Twitter Kazakhstan, и все начали общаться, вот, я обратил внимание, то, что людям это интересно. На следующий день мне пишет, Алиш, Кайра, слушай, давай эту группу такую создадим, чтобы люди хавались по брендам. Я говорю, окей, давайте. Хавались по брендам, это как? Ну, то есть, что людям интересно, Pepsi или Cola, да, и мы бы потом мониторили, да, какие-то интересные вещи. Да, можно, если чай сюда, очень страшно. Пойдем. И мы начали устраивать такой вот халивар, чтобы люди сами выбирали, да, сам потребитель выбирал, какой бренд ему интереснее, вот. Чисто такое народное мнение, что ли, можно сказать, вот. И мы хотели, чтобы это все было преподано с помощью такого срача, да, людям это интересно. Да, любая группа строится на сраче и оффлайне. Всем это интересно. Мы создали день, два, три, да, смотрим, группа не умирает. Алиш говорит, давай, если через неделю группа не умрет, не умрет, то тогда я позову спонсора, и мы разыграем там сотовый телефон. Окей, он уже через пять дней позвал спонсора, пришла Nokia, подарила телефон, да, там, себе неуспешный. И группа начала жить, вот, через, через, там, через сколько, через неделю у нас уже две тысячи человек в группе, и мы становимся, и мы становимся самой популярной группой в Казнете. Нет, я абсолютно с этим согласен, почему я и говорю, что это на самом деле очень мощная группировка на сегодняшний день в Казнете. То есть я, понимаешь, меня интересуют вот по-настоящему, живо в Казнете лишь только те люди, которые что-то могут привнести туда новое, да, и которые могут что-то дать Казнету. Все остальные, ну, просто, да, вот эти многочисленные пиздоболы, смсики, их тоже очень много, они просто... Нет, есть чуваки, которые создают контент, есть чуваки, которые потребляют, да, этот контент. И в СВК много таких, которые создают контент, есть такие чуваки, которые просто реагируют на этот контент, и очень живо. Ты, кстати, это, пацанам с СВК салантов хоть загони. А, мне, кстати, да, кстати, всем, всем СВКшникам привет, за вас чай пью. СВКшники, давайте. Кто-то просил тебя привет передать, подожди, сейчас я тебе прям скажу, это... Стэнди Ньюз, девочка, Есенкулова, по-моему. Есенкулова просила привет передать. Вот, по-моему, или Серикава, Серикава. Да, Серикава тоже просила. Когда она сюда в передачу шла, вот, я просил ее привет передать, но почему-то она, по-моему, не передавала. Она, да, она... Она не передала. Ну да, она в каком-то этом... Пришла к гипнозе сюда. Нет, ну, нормальное интервью. Я посмотрел минут 30, отключил, вот. Я не смотрю по Чесноку больше 20 минут. Нет, ну так. 30 минут для меня это просто вау, шедевр, да, там. Я посмотрел по Чесноку со Сьединым. Да, я... Я перед тем, как сюда прийти, я пересматривал его минут 10, но я уже не вытерпел. Я понимаю то, что люди, им нафиг не нужно смотреть этот Чеснок час. Кому нафиг это интересно? Я не знаю, мне, например, мне неинтересно. Ну... Я не знаю, кто посмотрит со мной час, тот красавчик, тому респект и спасибо. Нет, видишь, получилось, Чесноки невольно вылились в такую штуковину, да, что... Это такая галерея, допустим, своего рода лиц Казнета. А вот тот человек, который захочет понять вообще, кто ты, он будет час смотреть. И еще... И что ты сделал для хип-хопа? Не, ну, типа того-то. То есть, как бы, ну, слушай, а вообще, откуда ты вот в сеть пришел? То есть, вот... Хорошо вопрос. Как это вообще все случилось? Потому что, ну, СВК вы уже сделали, когда вы уже твердо все на ноженьках стояли, а там же была... Да нет, нет, я только в Фейсбук зашел. Когда я СВК создал, я за 2 или за 3 недели до этого только в Фейсбук зашел. Офигеть. Вот я говорю, понимаете, к нему очень надо внимательно относиться, вот к этому парню, потому что смотрите, что получается. Чувак случайно зашел в Фейсбук. Нет, честно, на самом деле я набрал... Найти Я, это вот такого дорогого стоит. И методом Найти Я, да, он пизданул самую лучшую группу в Казнете. Ну, как началось, да, я сидел на госслужбе, мне на самом деле было нефиг делать. Была такая скучная работа, я оттуда ушел. Вот, пришел в компанию iBigSystems, которая меня приняла, да, там, вот, хорошо приняли. И я открыл себе Фейсбук, вот, потому что я должен был заниматься... Слушай, а на госслужбе, если не секрет, где сидел? Я сидел в преминистерстве юстиции, сгадали паспорта, удостоверение. Она такая отдельная тема, она такая очень-очень скучная, вот, поэтому я оттуда и свалю. Вот, ну, в принципе, там мне делать нечего было. Да-да. Приходи в интернет, вот, у меня тогда, когда я сидел на госслужбе, у меня был сайт. Угу. Забейки и Z. Кстати, вот, на Ювижне я так и именуюсь Забейки и Z. Угу. Благодаря вот этому сайту, да. Я начал раскручивать, начал всякие элементы просматривать, как вообще можно свой сайт раскрутить. И начал ковырять, ковырять, ковырять. Ну, кстати, я также... Пришел к тому, что у меня, да, на сайте, там, предположим, в день заходило по тысяче, по полторы тысячи человек. Отличный результат, я считаю, для пацана, который вообще нифига не шарит в интернете. Перспектив. Честно говоря, для полторы тысячи, для меня это очень мало. Я думал, ну, окей, я буду крутиться на полторы тысячи. Как-то неинтересно сейчас. Я ушел. То есть я бросил этот сайт. Ну, супер. Это вот тоже, смотрите, к психологическому портрету. Чел вот так вот легко бросает сайт с постоянной посещаемостью. Ну, как легко, мне было трудно. Полторы тысячи человек, потому что... Не, ну, в любом случае, смотри, Кайрат, ты же совершил этот поступок, понимаешь? Почему вот я говорю, что импонируют люди, лично мне, да, которые могут совершать поступки... Вспомни, когда Алиш, допустим, в свое время бросил автор. Но его оценивали, по-моему, в 20 штук, да? Да, как не больше. То есть я... Мой сайт нифига никто ни во что не оценивал, да. И люди приходили меняться только бартером, да, там, давай я тебе баннер повешу, ты мне баннер повесишь. Окей, я там зарабатывал копейки, да, на каких-то турнирах, которые я организовывал офлайн. Вот, я там делал чемпионат. Сначала у нас там было три команды футбольные, потом две, потом 15 и так далее, да. Мы делали классные чемпионаты. К нам начали приходить люди с ЦТ, все КИЗ. Вот, это было интересно. Вот, ну, потом я подумал, хватит, мне это уже надоело, да, ну, до свидания. Какая вообще твоя цель в интернете? Цель в интернете, я пришел изначальнице раскрутить сайт. Вот, Алиш мне ткнул, иди в Твиттер, там будешь раскручивать свой сайт. Да. Я говорю, окей, хорошо. Он говорит, 100 фолловер наберешь, потом приходи. Через, по-моему, через месяца два я набираю 200 фолловер. А, 100 фолловеров, да, я прихожу к Алишу, говорю, окей, я набрал 100 фолловеров, что дальше делать? Он спрашивает, и что? Вообще, ты почему? Кто ты? Зачем ты этого вопросов вообще спрашиваешь? То есть ему было непонятно, да, я в себе вот такие моменты держал, ну, и старался какие-то такие вот новые элементы приводить, чтобы мне самому было интересно сидеть в интернете и так далее. Вот, потом началось знакомство с интересными людьми. Не, а вообще, Кайрат, генеральная цель, вот, что ты хочешь? Ну, я знаю, что у вас сейчас очень сильная, допустим, команда СММщиков. Вот, кстати, дорогие товарищи клиенты, если вдруг вы смотрите, вот сидит господин, которому можно смело отдавать свой СММ. Потому что, ну, я, насколько знаю, они... Есть много людей, которые делают в казнете СММ. СММ это уже для меня... Нет, отвечают мало потом за него. Да. То есть вот людей, с которыми вот отвечают, в казнете, к сожалению, очень немного. Вот, в рядах СММщиков. То есть и вот ваш поклонный слуга один из них. Клиент СММ, да? Ну, это так денег и это... Мои клиенты по-своему, это моя головная боль. То есть я... А почему? Ну, мы относимся к этому серьезно, да? То, что не так, я сижу там на какой-то работе, на госслужбе. Я поэтому-то, в принципе, и ушел. Потому что у меня были проекты, которые я хотел раскручивать, да? И я не мог это делать, как какой-то такой дополнительный побочный эффект, да? Такой факультативно этим заниматься. Нет, это неинтересно. Ну, это где-то и нечестно даже, мне кажется. Нормально, есть такие чуваки, которые там за SEO продвигают, да? Там в сайтах-поисковиках, которые продвигают так. Там создали группу, нагнали туда ботов и нормально, и дышат, живут. Нет, ну, нечестно даже перед самим собой. Ну, ну, как это? Нельзя служить двум богам. Это вот мое глубокое убеждение, да? То есть нужно делать либо карьеру госслужащего, либо карьеру интернет-деятеля. Ну, это вот мое такое убеждение, да? Как бы я... А у меня карьера хорошо шла. Очень хорошо шла на госслужащем. Потому что я даже становился, по-моему, лучшим сотрудником в своем отделе. За год. А там такой большой-большой штат на весь Казахстан. Ну, мне это было просто самому неинтересно. Я пошел в интернет. Во-первых, это интересно. Во-вторых, это деньги, да? Когда вот эта взаимосвязь есть, вот, я вижу в этом какой-то потенциал. А сколько может SMM-агентство вести клиентов, по твоим ощущениям, вот такое нормальное, правильное, структурированное вот уже SMM-агентство, да? Вот сколько, по твоим ощущениям? Для меня это, правда, очень важно, потому что, ты же знаешь, мы тоже занимаемся продвижением в интернете. И мне вот у тебя просто, как у профессионала, интересно поинтересоваться. Вот сколько клиентов правильно вести по SMM-у для одного агентства? Ну, там, наверное, до миллиона, да? То есть можно вести сколько угодно там проектов, вот. Но это другой вопрос. Вопрос состоит в том, что сколько людей, да, и какая проектная команда на это будет работать. Можно загнать себе кучу пацанов, да, которые там, им, в принципе, делать нечего. Они сидят в контакте там целыми днями, закончили там какой-нибудь университет, вот, и посадить их на работой. Нет, то есть нужно подходить немножко по-другому, да? Мы ищем каких-то талантов, людей, которые, которые сидят, в принципе, и не знают, куда дальше пойти. А вот почему Серикаву мне еще до сих пор никто не смог? Я видел, что я интересуется агентство, интернет-агентство DASM, по-моему, маркетинг, вот. В Твиттере есть такие разговоры. Мне кажется, Серикава сама, сама еще не готова переходить вот туда или куда. Может быть, ей просто не нравится проектная команда, вот и все. То есть все зависит от команды, да? Если у тебя штат 100 сотрудников, и это крутые специалисты, классно. Если у тебя штат из 100 сотрудников, но это полное говно, извините меня, да, то смысла нет работать. Мы набрали, у нас сейчас на данный момент 5 СММщиков, мы набрали 5 СММщиков, но это такая классная команда. А можно их по аккаунтам перечислить? А на аккаунты я вам не назову. То есть для нас это секрет. То есть мы подписываем специальные документы какие-то, в которых нельзя... То есть они не выкупаются? Как бы, что они на вас работают? Ну, мы работаем на клиента. Зачем нам, например, говорить своими, это я веду этот проект, да, там, кому это нафиг нужно? Никому не интересно, сколько этот проект стоит в интернете, да? Там, предположим, клиент тебе заплатил 20 штук баксов, либо штуку баксов. Нет, ну, по большому счету, кроме узких специалистов, наверное, никому не интересно. Да, никому это нафиг не интересно. Всем интересно, главное, чтобы... Если есть аккаунт, да, предположим, пускай это будет нормальный аккаунт. Арман Кассенов, да, вы знаете, надеюсь, такого. Арманиту есть такого. Конечно, да, Арманиту знаю. Он писал, да, там, про аккаунт Халлокбанка. То, что если аккаунт Халлокбанка, там, постит какие-то вещи, да, какие-то новости, и нифига не отвечает на, там, на спрос клиентов, да, и клиент, если ему пишет какое-то там замечание, он никак не реагирует. Зачем вообще такие нужны специалисты? Ну, я согласен. То есть это неправильно, и мне кажется, это наносится урон торговой марке. Можно вести СММ плохо, можно вести его хорошо, но ключевое, ключевое слово все-таки, что его надо вести и этим постоянно заниматься. Потому что, ну, вот кто-то сказал, я не знаю, на интервью, что это как вот брак, что вот ты завел аккаунт, вот, нельзя его потом взять и бросить в один момент. Для меня это ребенок, да, мы стараемся, как ребенок. Вот, вот. Мы стараемся сделать так, чтобы, например, клиент, который к нам пришел, да, я лично так сам люблю, клиент, который к нам пришел, он еще в интернете не присутствует. Вот. Когда ты начинаешь вести аккаунт, ты заводишь ему социальных страниц, там, в сетях какие-то страницы и так далее. То есть ты зарождаешь, да, этот какой-то бренд в социальных сетях. Ты сам говоришь клиенту, как нужно действовать в этих социальных сетях. Немножко труднее работать с теми клиентами, которые уже присутствовали в социальных сетях. То есть у них, они увидели ошибки предыдущего агентства, вот, и теперь пытаются на тебе, да, там, как-то, типа, давай нормально работай и так далее. Мы знаем то, что, там, предположим, какой-то чувак делал какие-то ошибки. Ну, кто-то накосячил, а ты потом после этого расскажешь. Ну, это сложно, да, ну, а что делать? Потому что кто-то накосячил при сегодняшнем уровне, к сожалению, наших спецов на рынке, то это очень частая ситуация. Это нормально, да, рынок, он такой, он свежий. Он как губка, да, то есть, там, пришли специалисты, на эту губку воду налили, и, там, все, что сжали, да, вот, ну, то, что получилось, да, из этого. Де-факто, получается, сейчас 5 у вас таких сильных СММщиков. А что вы еще, какие вы еще услуги продаете? Вот, ты можешь назвать бренд агентства, то есть, как там правильно это называется, ты сейчас рекламируешься, чеснок... Да, да, нормально абсолютно. Нет, в твоем случае... Мне хватает там. Чеснок с твоим участием наберет в первые двое суток 5 тысяч просмотров, поэтому за это, ну, лично не бывает что-то. Да, нормально абсолютно. У нас есть агентство, да, с которым мы больше... Вот тут тоже, да, уже зажрались до какой степени, рекламироваться не хотят. Что за люди? Нет, это нормальная вещь, просто я не люблю, да, например, там, рассказывать то, что я веду это от этого клиента или я веду того-то клиента, там. В любом случае, у меня есть какие-то люди, которые там, конкурирующие, да, компании, которые хотят, как-то, предположим, забрать, вывесить у нас этого клиента. Я знаешь, зачем? Извини, Алла Верды, я прям серьезно вообще совсем начал тебя воспринимать, когда ты Игнатова на 100-метровке обогнал. А, да, я его сделал. Да, это вот человек, который... Мы были на медиа-викенде, мы организовывали, и, ну, такую импровизированную 100-метровочку Стаса, вот, я Игнатова не могу догнать, потому что я старенький уже. Вот, и тут... А я легкий атлет, я не занимался в школе. А говорят такое, говорит, а что он, типа, хорошо бегает? Ну, давай, что я... Игнатов такой, давай, и он это, там это. Никаких шансов, ну, собственно, у него не было. То есть это прям вообще мне очень понравилось. То есть взял человек такой скромно так. Ну, я занимался легкоатлетикой, вот, до 8-го, по-моему, класса. Вот, был чемпионом города по 100-метровке и так далее, вот. Ну, потом бросил, я из-за веса бросил. Мне казалось, я смотрел на этих атлетов, да, которые там, такие здоровые чуваки. Всякие эти... А там, в смысле, там нужен вес или не нужен вес? Ну, нужны хорошие мышцы. У меня никогда не было нормальных мышц. То есть с детства я вот... У меня какая-то, видимо, болезнь была или что. У меня были кости слабые и так далее. Вот, поэтому я не сильно занимался вот этой атлетикой. Ну, не знаю, какая у тебя была болезнь, но ты бегаешь шустро очень. Ну, осталось, осталось. Видимо, ты ее преодолел. Осталось, осталось. Болезнь. Если надо, быстро убегут. От клиента, которому насорил. Ну, это, кстати, очень... Очень хорошо, да. Это самый грамотный повыш, это я еще не помню, наверное, ты не помнишь, в советское время. Было такое, а у меня брат чемпион по боксу, говорит, а у меня брат чемпион по бегу. То есть, это хорошо, это нормально. Вот. Давай про СВК еще что-нибудь порассказывать. Интересно. Ну, в СВК дофига таких человек. Все у него, какие планы у СВК? Да нету никаких планов. Вот в том-то весь сок, да, то, что нет никаких планов, и мы не знаем, какой дальнейший будет развитие. Я же говорю, мы после третьего дня, мы думали, что СВК вот-вот он уже должен накрыться. Месяц проходит. Говорят, да не может быть такого. Вот-вот он должен накрыться, да. Уже где-то год, да, группа существует больше? В марте будет год. По-моему, в марте. В конце марта будет год. Начало апреля. Ну, если честно, я вот еще вашу группу прям сильно зауважал. Это когда Саша начал делать оффлайновые вот эти тусы, да, потому что я вот как сам, как профессионал, то есть я знаю, насколько сложно. Ну, Саша талант, он в этом плане талант, да. У него есть вот эта способность работать с аудиторией. Это очень хорошо. Группу я зауважал тогда, когда Костя Нагаев, он когда-то состоял в этой группе. Вот, ему нужно было срочно уехать в Караганду. Я не помню, то ли с Астаны, то ли с Алматы. Вот, и он не мог уехать, потому что там что-то с поездом какие-то проблемы были. Он пишет об этом в СВК, и тут подхватываются два чувака, которые говорят, слушай, давай мы тебя отвезем. Они его везут с Алматы, то ли с Астаны, не помню, в Караганду, да, то есть они должны были выехать там чуть-чуть попозже, но они, в любом случае, им нужно было ехать куда-то в ту сторону на машине. Но они взяли, да, его, того человека, которого они вообще его не знали. И это хорошо, да, вот. Это вот, кстати. Когда-то такое было в СВК, то есть вот эта отзывчивость какая-то, сейчас, к сожалению, по-моему, немножко ее утратили, потому что пришли рекламщики, пришли другие люди, которые там начали засирать ленту. Тот же самый Самсон со своими там видео, посмотрите чеснок, посмотрите то, все. Вот, но есть такие люди, которые приходят и просто... Нет, ну, что могли, то прислали, то есть, ну... Людям стало интересно, люди увидели в этом потенциал, да, и начинают там свои какие-то проекты. Ну, знаешь, мне вот эта вот сердечная какая-то составляющая, вот эта робингудность какая-то интернета, мне она вот тоже очень по сердцу... А что такое робингудность? Ну, робингудность, это вот в моем понимании, когда вот Костя Нагаев пишет, мне нужно попасть в Караганду. И челы непонятные, да, вообще какие-то, откуда-то вдруг не возьмись, берут там пассажира, которого они по большому счету ни разу в жизни не видели. Они не видели, но они с ним переписывались. Ну, ну, тем не менее, да, согласись, все равно они же в офлайне-то и знаком-то не были. И берут и оказывают какие-то добрые дела. Да, и вот это я называю такой интернетной робингудностью, да, что люди помогать начинают. А это нормально. Алис же, по-моему, про своем интервью рассказывал, то, что когда он потерял документы, что ли, он не мог вылететь из Астаны или... Я не помню, что это было, давно, год назад он рассказывал. Вот. Он говорил о том, что он написал просто публикацию то ли в Фейсбуке, то ли в Твиттере, и люди начали отзываться, да, появились люди, которые предложили ему, там, переночевать у них, да, предложили люди, которые смогли бы ему, там, за два дня этот паспорт восстановить, ну, и так далее. Такие люди, они и есть, да, зависит от самого человека. Если ты, да, чтобы завоевать, есть такое понятие, чтобы завоевать уважение, нужно сначала самому проявлять уважение. Вот Алиш из таких, Нагаев из таких, Саша Цой тоже из таких. Он ценит людей, и люди тоже, да, вот, к нему подтягиваются. Ну, то есть... Нет, да, Саня Цой, он нормальный просто чувак, Нагаев тоже нормальный, у него в башке пуля, да, но, как бы пуля со знаком плюс, да, то есть, он такой, он настоящий, то есть, вот, к Нагаеву применимо... Но они непританные, да, такие настоящие люди, которые не пишут внешние вещи. Да, он такой, да, не просто, да, вот это вот, вот, очень, к сожалению, много пены там, вот, тусуются, как бы, кто отделать нечего, да, кто просто от неглубины своей какой-то, да, то есть... Ну, это как любая тусовка, да, интернетная, приходишь, одни и те же люди. Что они там вообще потеряли? Какой смысл они, да, например, пришли они, зачем они пришли? Они сами не знают. А ты, вот, я заметил, не часто ходишь на вот эти всякие непонятные сборища, потому что... Но мне это неинтересно. Если ходить у тебя, ну, если я вот заметил, если ходить по всем тусам, вот, которые будут... Вот вчера, допустим, Салта презентовала этот фильм свой, Тамагочи, Салта, тебе привет, вот, заявили они, правда, это, миллион просмотров на нее, но что-то попутали они, по-моему, то есть, мне кажется, не потому что, не важно, что они сняли, то есть, мне кажется, ну, на сегодняшний день, что может в Казнете набрать миллион просмотров? Может. Ну, я знаю, но это не фильм Тамагочи. Помните, фрестайл набрал, нормально, абсолютно хорошо. То есть, какие-то вирусные вещи, да, которые могут выйти за рамки Казнета, они могут набрать миллион. В Казнете вряд ли. Ну вот... То есть, если видео набрало 20 тысяч просмотров, аллилуйя, да, там, мы красавчики, мы сделали классное дело. Ну вот, Бакуня тоже написала такое весьма смелое утверждение, что на просмотре этого фильма собрался весь цвет Казнета, да, то есть, и я начал читать твит-трансляцию, да, то есть, и... Кто-то забыл. Видимо, из всего цвета Казнета там была Бакуня, по-моему, и... Нет, нет, там было... И горожанкина. Там было много народу, да. Нет, а кто еще был? Я не знаю. Что такое цвет Казнета? Вот можешь объяснить мне? Ну, есть такой вот... Твою версию, что за цвет такой он? Я не знаю, я не знаю, когда понимает Бакуня, да, но есть такой вот сборище людей, которые от одной тусовки бегают, от другой, да, тусовки. Как, например, вообще появилась СВК-пати? Ну, ты вот дома с женой был, я... Я дома с женой был, но у меня там у жены немножко проблемы со спиной, поэтому мне пришлось с ней. Нет, ну, как бы, я к кино смотрел, по-моему, нет, нет, футбол или что-то такое. Я теннис смотрел, да. Ого, теннис, теннис. Мы управляли с женой там на диване и смотрели. Да, да, и она бегала по этой... Я прям читаю твиттер твоей. Нет, классно, я просто, если честно, это вот заметил, подписывайся до какого-то человека, да, и он, ну, прям тебе как родной становится, то есть вот... Ну, твиттер это такая вещь, да, где ты пишешь интересные о себе вещи, неинтересны даже такие вещи, да, о себе, всю правду о себе, незнакомым тебе людям, да. Контакт это, когда ты друзьям врешь. Да, у меня в контакте там стоит статус, то, что я учусь в Гарварде. Мне там люди пишут, слушай, чувак, ты реально в Гарварде учишься? Блин, сори, да, там, вот закончил в 2008 году, предположим. Слушай, а я вот там-то, там-то учился. Мы не могли друг друга видеть? У тебя лицо знакомо? И начинаешь там умом врать. То есть это контакт, да? Твиттер, твиттер это совсем другое. Я вот, кстати, заметил, я не знаю, ты согласись, я не с этим наблюдением, что по твиттеру, если ты хочешь узнать что-то о человеке, да, нужно подписаться на него в твиттере. И как бы он ни понтовался, да, ну мы же все, есть же такое утверждение, что мы все сообщаем людям лишь ту информацию, вроде которой мы хотим сообщить. То есть это вот к той теории о социальных образах, да, которые мы пытаемся... Не всегда, иногда, иногда люди, наверное, жалеют. А в твиттере хоть как выкупится? Вот мне кажется, что в твиттере рано или поздно вот он выкупится его, ну, настоящая суть. Потому что вот я читаю, допустим, там многих девушек, да, вот она вначале там нормально, нормально, а ближе к вечеру у них все равно вот это вот начинается. Ну, есть, есть, есть такие люди, да. Кто бы в дубле, понимаешь, то есть вот как бы... Да, абсолютно нормально, да, твиттер это такая вещь, где... А с виду, да, вот приличные такие, да, вот никогда не скажешь, а вот все равно думают же они об этом оказывается. Думают. Ну вот живые, да. Абсолютно нормальные вещи. Ну, потом, потом я думаю, что многие жалеют о том, что вообще они пишут, да, там... На утро. Напишут какую-нибудь хрень со зла, с клиентом поругался. Я не понимаю таких людей, да, которые пишут, там, с клиентом поругался, начинают писать об этом в твиттер. Там, или там не смог кому-то какую-то услугу продать. Все, до свидания. Ну, мне кажется, со многими клиентами это даже и опасно. Допустим, с большими там корпоративными клиентами это прокатит. Почему вот многие позволяют себе там... Знаешь, как это говорят, что можно ругать правительство в целом, а попробуй обругать какого-нибудь конкретного Акима. Ну, правильно. То есть... И когда большие национальные корпорации, там, чморят, там, в твиттере, в фейсбуке, да, допустим, вот мы занимаемся несколькими, да, там, брендами, да, их постоянно, там, пытаются укусить как-то, там, ругают, бла-бла-бла. А конкретно ты вот попробуй какую-нибудь местную, локальную торговую марку, вот. Ну, такую, за которой стоят вполне прозрачные люди, непонятные, там, челы, там, со штрафом портируют. У нас, например, не ругают BFFKZ. Для меня это немножко странно, да, почему в интернете BFFKZ до сих пор не ругают. А что это вообще? BFFKZ это интернет-магазин, который открыл бланк Рожигитов. Два чела сделали. Да, и Рустем Карымов. То есть... Ну, поругай, в смысле, в чем проблема-то? Нет, мне, в принципе, да, как-то по боку. Классные чуваки, да, это мои друзья и так далее. Но есть, наверное, какие-то минусы и в их работе, да, то есть, чтобы людям дальше развиваться, нужна какая-то критика. И какая-то оправданная критика. Ну, согласен. Это нормально. Есть такие люди, которые тролли пришли к коммерческим... Ты прочитай комменты к чеснокам, там вообще похочется. Ну, там нерушь козел, там нерушь зло, я не знаю. И заданно там вышел. Вселенское зло, блядь, пойдет. Хотя, вот, да, что я плохого делаю? Я, благодаря мне, мне кажется, ну, вот всех людей Казнета, да, ну, вот сколько-нибудь интересных, можно, ну, вот взять, посмотреть с ними интервью. Ладно, там, я это... Ну, извините, не все институт культуры заканчивали. Ну, вот, что я могу сделать? Да нет, это нормально. У каждого своя подача, я считаю, там. Ну, да. А лишь матерится, да, там, съеден, ругается. Да. Вы, там, по-своему, как-то передачу ведете, да. Ну, тут мой... Абсолютно нормально. Пускай, пускай, главное, люди делают то, что им нравится. Да, конечно, я чесноки, вот, я их делал, по крайней мере, в прошлом году, я их делал от души. В этом году, вот, я тебе прям поделюсь, тебя люблю, уважаю, да, то есть, не, ну, серьезно, что ты... Да что ты ржешь, блин? Вот, странно тоже вот этот феномен, что все приходят на... По чесноку, да, вот, с каким-то там, я не знаю, камнем, что ли, за пазухой, ну, не то, что камнем, но с настороженностью. Вот. А я никогда в жизни не хотел на чесноках кого-то убивать. Да, это непонятно. Нет, а многие вот прям, вот, понимаешь, они прям вот с настороженностью... Ну, это образ, это такой образ. А я никого, у меня, ну, я добрый человек, то есть, по натуре, то есть, я никогда не хочу никому сделать плохо, но просто извините, если... Нерушь уже лечит мне за жизнь. Нет, это нормально. Нет, а что я... Это нормально, да? Нет, что я лечу? Нет, я прямо от души, правда говорю. То есть, если у человека какого-то говно сыпется на чесноках, а это камера, ну, что я могу? С него говно посыпалось, а все кричат, Нерушь его затроллил. А при чем здесь Нерушь, блин? Нерушь не при делах, блин. Понимаешь, не надо вот это... Нерушь сейчас этот увидел во мне плечо и высказывается. Да? Нет, это нормально, да. Да, а что, блин? А мне тоже иногда поплакать охота, блин. Есть тролли, да, там. Все время меня пиздят, блин. И, кстати, блин, мало кто впрягается, блин, так, блин. Нет, есть люди, которые впрягаются. А нам обидно, блин. А что обидного? Пускай срут. Ну, пускай при этом сделают свой контент, да, там. Люди умеют только срать, и срать, и срать. Да, да, вот, давай обосрем этого, опиздалов, извиняюсь, съеденная и Рашева. Почему? Они хорошие, вот, но они сделали вообще унылое, вообще, говно, бля. А Лян, бля, красавчик, бля. Лян их отпиздил, вы сходите, посадите. По-моему, на тизере буду не я, а будет Нерушь. Почему? Нет, да, у нас программа по тесноку, это мультиблок Славы Неруши. То есть я могу еще в процессе программы высказать какие-то свои мысли, опять же. Ну, я считаю то, что Нерушь, ой, Рашев, да, Рашев и... Согласись, не, подожди, скажи, вот, скажи на камеру, что сделали еще полное говно, бля. Ну, как говно. Я Лянов просто... Лиан вытянул, да, может быть, может быть и полное говно, но Лиан вытянул. Ну. А при том, то, что Рашев сидел, просто молчал весь все интервью. Седин задавал, там, предположим, глупые вообще вопросы, которые... Ну, которые журналисту, да, мне, как кажется, да, простому человеку, я не журналист. Да-да-да, вот. Абсолютно, абсолютно. И еще земляным червяком. Ну, давай, давай, ну, сенсация нужна, бля. Ай, как рад, назвал Седином, бля. Тупым журналистом, чего уж греха говорить. Нет, нет, я не называю его тупым журналистом, может быть, он и нормальный журналист. Нет, ну, в передаче были тупые вопросы заданы. Но были тупые вопросы. Реально были тупые вопросы. Ну, вот, Седин тупой был журналист в той программе. Нет, ну, нам нужна сенсация. Понимаешь, объясню. Я не могу срать, да. Когда мы обосрем на ней Съедина, это еще 5000 просмотров заработаем. Чувак, я же знаю. Чтобы достичь успеха вашей передачи, нужно обосрать Съедина? Обязательно, обязательно. Потому что нужно похвалить Еликбаева и обосрать Съедина. И любая программа. Главное, да, главное, главное для Чеснока, это похвалить Еликбаева, поговорить о Санях. Немножко поговорить о СВК, об СВК, обосрать Рашево и Съедина. Во! Супер. Вообще клево. Это не для Чеснока. Это успех, залога. Как это? Залог успеха любой программы. Нет, ну, для меня, да, тот же самый Съедин. Да пускай он сделал говно. Пускай он сделал говно. Пускай Рашев сделал говно. Да, пускай Рашев и Съедин сделали. Да угомоните его кто-нибудь. Полное говно, бля. Они сделали говно. А я тащусь, блядь. Знаешь, почему? Потому что мы сделали со Съедином программу, да, вот эту, помнишь, которая, ну, такая была прикольная, вот, которую ты пересматривал. А, Чеснок. Да, понимаешь? И Съедин, блядь, такой, я сейчас, блядь, сделаю видеоконтент, все будут, блядь, плакать. Где она? Пускай, пускай. Где Съедин, где твой контент, блядь? У него опыта нет. То есть это нормальная вещь, да, и... Это ему не в Критере подписаться на двух с половиной тысяч человек, чтобы его читали типа трибы. Слава, слава. Проблема, проблема, наверное, скорее всего, не в его контенте, а проблема в том, как он, как он, да, принял вот этих читателей. Да? Мне кажется, то, что, да пускай хрен с ним, пускай на него посрали. Да пускай на него посрали. Ну, пускай он дальше, пускай он дальше продолжает... Да, молодец, пускай насрали на съезде. Да, это нормально, пускай на него посрали, ну, пускай он дальше продолжает делать, да, свой контент. Он будет становиться от этого срача только лучше и лучше. От этого кому плохо? От этого плохо только ему и Рашеву, правильно? Да ему по всей... Два ушлепка редких. Нет, ну, почему? Нет, они хорошие, я люблю, вот, между прочим, я что, Ежика? Ежика я знаю, ну, вот, еще с автора, да, ну, Рашев, он хороший. Ну, у него клевый текстовой контент. Да, у него клевый текстовой. А вот в это видео все же написали, да, что иногда лучше жевать, чем говорить, да, то есть, ну, как бы это... Да, блядь, пускай сами выйдут, что-нибудь скажут. Нет, это угол вопрос. То есть их не зовут и какой-то комплекс, что ли, я не знаю, ну, пускай их позовут, пускай они что-нибудь, хотя мы сами свяжут два слова. Да мы проводили такие эксперименты, вон, на Ювижене звали же, вот, прям говорить не очень хочу кого. Ну, там... Да говори, пацифист говно, да? Ну, нет, пацифист, я бы не сказал, что говно, пацифист... Лавров. Лавров, собственно, да, вот. Туда же, в суп. Ну, чего же надо было, как сказать? Нет, пацифист нормально продержался, потому что пацифист, он такой глубокий чувак сам по себе, он книжек много читал. Я его не знаю, то есть я ни разу не смотрел его посты какие-то, мне просто неинтересно и все. Зачем? Да? Зачем ходить на неинтересные какие-то встречи, да, зачем читать каких-то неинтересных тебе людей. Да и фиг с ним, пускай этот Лавров он там будет, суперзвезда этого Ювижена. Да мне пофиг, но просто мне неинтересно и все. Ювижен, я так чувствую, тоже без пиетета особого относится. Ну-ка давай, что там, передай привет Ювиженцам. Ювижену привет, большое спасибо за то, что я вообще появился благодаря Ювижену. Да? Вот. Хотя вообще, у вас бывает Ювижен как сайт? Сейчас мне Ювижен неинтересен, нет? А какие сайты интересные? Доку Гусра, Рашева. Да, отличный сайт, вообще супер, да, там. Мне жалко то, что на сайте Рашева, Держика, кстати, Держика, привет. До сих пор не стоит счетчик. До сих пор не стоит счетчик, да, ну это ладно. Не, а я вот, вот, по-пацанячий надо поставить, потому что говорят, блядь, сам издат говно. Не, подожди, подожди, сам издат говно, но на сам издате висит счетчик. Вот, а, как бы... Елик Паев писал, да, помните, Елик Паев писал, то, что сайт сам издат, и какой еще сайт же был? И Хорда Киезет. Да. Если их вместе объединить, они даже по трафику не превзойдут сайт геополитика.кизет. Железно, да. Был такой чувак, сам сам помнить, я не помню, как его зовут. Красиенко, да, Красиенко был на Ювижне. Чувак создавал такой контент, да, и ему пофиг было на троллей. То есть он продолжал, 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 да, там, гнуть свою линию. В итоге добился у него такой сайт, да, который там посещает дофига людей, которые там, люди к нему прислушиваются и так далее. То есть его не сломали. Если съеденные Рашева сломали благодаря вот этому видео, ну, сори. То есть какие-то там обыкновенные тролли с Ювижна сломали Рашева, мега-тролли Казнета, да. А по поводу сайта Доку Гусра, мне кажется... Нет, Рашев хорошо, блин, Рашев хорошо пишет. Нет, он классно пишет, но... Я знаю, что Ержика уважает. Ержик год назад, он сказал, э, я сделаю свой личный мультиблок, да, ну, блок, вот. И он раз в неделю выкидывает пост. Вот для меня, как тоже для пишущего человека, я считаю, это факинг подвиг. Раз в неделю делать что-то интересное, из себя как бы извергать, да, то есть что-то интересное, да. Но при том, это тот человек, который не боится над собой смеяться, да. Он пишет, он пишет правду. Он пишет так, как он сам хочет, а не так, как люди, да, хотят его видеть. И это хорошо, да. Но единственный такой минус... И он не бздливый Рашев, да. Да, нормально он, он абсолютно нормально, да. То, что он какой он в интернете, какой он в жизни, это совершенно два разных человека. Да, кстати. Но он пишет именно свои мысли, да, ему нравятся вот такие вот вещи писать. Мне просто единственное жалко, что на Доку Гусфра сидят только тролли, да. Ну, можно сказать, только тролли. Вот, такие вот люди, которые... Такая тусовка троллей, которая перешла из автора на Доку Гусфра. Не, ну я всегда говорю, что... Они друг друга вот так хавают изнутри, да? На Доку Гусфра съебалось радикальное крыло автора. Я так это формулирую. То есть... Он волну просто подхватил. Не, на авторе просто была вот такая туса, да, вот таких зверей, блядь, веселых таких, да, которые там зачморят вообще, превратят в говно. Их никто не выдержал. Ну, когда я в интернет пришел, я застал момент только один месяц автора. Вот. Ну, ты помнишь, что Соколаус делали там вот? Нет, нет, я не помню. Я пришел и через месяц сайт уже закрылся, да? Я помню вот эту табличку, где там Алиш висит, как осел. Да, да, да. Подвешенный. Ты убил, сука, автора. Да, ты там, убил автор. Вот. И только вот это я помню, да, там, помню пару постов Лии Гембердиева и помню пару постов Наримана. Вот. К сожалению, других мне не удалось почитать. Я думаю, Эсенов в конце автора он уже практически не писал и практически не комментил. То есть вот за два месяца до консильного автора Эсенов вот вообще практически не комментил. Он пропал, но его пост висел там. Пост про то, как он ходил к парикмахеру и так далее. Он висел там целый месяц. С потным таксистом еще где-то. Да, да, да. Ну, да. Это был клевый, да, такой стебный пост. Хороший пост. Абсолютно нормальный. Нет, Эсенов очень здорово писал и Эсенов очень тонко и изощренно комментил. То есть Эсенов хорошо комментил. Он в комментах, он очень такой злой был и сильный. Да, да. Я говорю там, не, на автореет. Он пропал, он и в Твиттере пропал. Видишь, вот плохо, что сам издат и разделился, вот автор разделился на Доку, да, и на сам издат, вот де-факто. Потому что, правильно ли, мне кажется, сейчас на Доку Густро, ой, на Доку Густро, как это царь? Сам издат. Не хватает юмора. Там нету распиздяев. Там нету распиздяев, как Рашев. Да. Там нету Самрук Маза, да, вот этого чувака. Там нету Гокша, да, там нету Азамата, там, вот это, да, вот этого населения. С темной банды тоже. Да, вот этой банды не хватает. Ну, там, но с другой стороны, я вот абсолютно уверен, что нужна Рышкина, нужен Туриханов. Нет, но они есть. Да, нужна Башкенова. Но это все работает. Это авторитет, это авторитет, да. Есть такие чуваки, которые, да, там создают офигенный контент. Это Галина Рышкина, да, она пишет обалденные вещи, да, если ее там почитать, можно зачитаться. Галя, привет. Но могут выйти такие другие люди, как Рашев, да, там, как Гокш, например, предположим. Они могут просто размазать, да, эту Галину Рышкину, там, я не знаю, и ничего от нее не останется. Но при том, Галина Рышкина сядет и будет отвечать им в ответ, да. Да, Рышкина отмашется. Она будет огрызаться, да, это там такая баба с яйцами, да, можно сказать. Вот, она будет огрызаться. Рышкина отмашется, отрашивает. Это нормально, да, и мне кажется, вот этого не хватает. То есть, если человек написал пост, да, например, на том же самом издате, Алиш написал пост, и все говорят, вау, классно, вау, клево, и пошло-поехало. Нет-нет, иногда бывает то, что там, тут, боже, может посраться дядя Шал с Турихановым, да, был такой момент, когда Туриханов просто славал его нахер, там. Да. Но мне кажется, этого сейчас, этого сейчас мало. Не хватает. Нет, Шал был тоже, я считаю, изюминкой автора, потому что, когда на авторе совершенно скучно было, все шли издеваться над Шалом. Я помню, мы на его ветку сели и насрали ему на его ветке полторы тысячи комментов. Вот просто мы втроем сели. У нас была ветка на СВК, мы и насрали за два дня пять тысяч комментов. Ну вот, вот. Там пост был вообще ни о чем. А причем Шала не было на авторе. А потом, а потом Шал, там же помнишь, вот когда много комментов, ты в топ вылазил, вот в верхнюю страницу, и Шау, а он абсолютно какой-то, ну вот этот пост, там, знаешь, там, непонятно про что, там куча ссылок, да, ну, обычный такой Шаловский пост, ну, там, типа про футбол, да? Да-да-да, он любил только. Да-да. И, представь, он смотрит, он в топе, и полторы тысячи комментов, а это мы втроем просто сели. Втроем кто? Ну, я, сейчас я тебе скажу, еще был этот, ба-ба-бал-бал-бал-бал-бал-бал-бал-бал-бал-бал-бал-бал-бал-бал-бал. у тебя есть в отношении этого четкая жизненная позиция. То есть, и вот, я думаю, что тех челов, которые ты читаешь, и те площадки, куда ты ходишь, будут пользователем. Мне почему-то кажется, что тоже интересно туда сходить, потому что у тебя вкус, судя по всему, неплохой. Ну, я много-много-много времени провожу на том же самом Докугусах. К сожалению, на Хорде я не прижился. Мне там не особо понравилось. Одни и те же комментаторы меня убивают. Мне не нравится, когда одно и то же. А Хорда, знаешь, почему она сдуется со временем? Потому что там нету команды. Хорду... Нет, там наоборот команда. Там работает команда. Нет, команда, которая будет двигать сайт, нету там. Там публика приличная, прикольная на Хорде собралась. Но там нету вот этой, допустим, Ювиженской команды, которая за этот Ювижен готова, ну, умереть не знаю, но они им живут. Но я пришел один раз на Хорде. А кто живет? Кто Хордой живет? А я не знаю. А во. Я не знаю. Я пришел один раз на Хорде, написал пост, такой стебный пост матершины, где я обосрал Алю Боржавицкую. Там есть одна такая. Да, она такая, ты вообще кто такой? То есть мы после этого с ней познакомились. Это, наверное, единственный человек, который мне понравился из комментаторов. Все. То есть я больше ничего такого для себя интересного не увидел. Ну, если там Нагаев нет, иногда скинет досылку там с Хорда, то, что написал какой-то пост. Все. То есть больше я туда не захожу. Там нету симпатикуса, да, который мне интересен. Там нету перечисляю вообще, кто тебя возбуждает. Очень-очень нравится. Давайте по сайтам пройдемся с каждого отдельного сайта. Ну, с твиттера мне нравится, очень-очень нравится. Арман Косенов. Да, Арманито. Классный чувак. Саня Цой. Кочумайло, да, такой недооцененный микроблогер. То есть мало вообще знает, кто, что есть такой человек, как Кочумайло. Ну, я читаю Кочумайло. Миша Легорин. Ну, у него очень мало подписчиков, да, и мне кажется, твиты, которые он пишет, это реально шедевр. Да, и там подходит. У меня какой-то твит, 10 твитов, ну, для, там, супергениального поставить очень мало. Да, он мог бы прокачивать это вот так. Ну, ты знаешь, это, может быть, не все. Привет, Миша. Да, я, 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 я к этому человеку большим уважением, да, и недавно заполнял, кстати, анкету, где... Чувак, я тебя тоже читаю. Да, где указывал, какие люди, когда это, там, больше всего мне нравится. Микроблогера я отметил у Миши Егорина. Вот. Человек, который воздействует с онлайн на оффлайн, большое воздействие имеет мне, по мне, это Sympaticus, Баглана и Даш. Вот. Ну, супер вещи пишет, да, такие умные, супер аналитика продуманная. Вот. Сьювижна, не знаю даже. А твиттер, в смысле, на том и кончился, то есть, получается, всего три аккаунта? Нет, есть Алиш. Нет, ну... Есть Туллиген Байтукенов. Байтукенов, да, и... Который там взрывает, да, там. Мне нравится, когда начинается вот этот спор, ну, такой он, да, как бы, образный такой спор между Байтукеновым, Качумайло и Сашей Цоем. Еще Шибутов. Нет, нет, там такой юморный спор, да, там. Про политику это отдельно, я вообще там ноль, да, в этом. Вот. Когда они начинают там про свою этимологию заводить разговоры, это вообще, это улет. То есть, чуваки настолько взрывают ленту, да, там, вся лента в этих ретвитах этих чуваков. То есть, вот это мне нравится, да, когда люди подхватывают какую-то идею, есть, есть какой-то смысл в твиттере. А когда ты пишешь там, я не знаю, в дно, да, там, написал какой-нибудь твит, и тебя, на тебя просто никто не реагирует. А где идеи, батька? Как где? Как где? Ну, вот так где. Бультики смотрите. Ух ты. В детстве. Да. Сказки родители не читали, нет? Ты у меня спрашиваешь? Мне читали. То есть, люди берут идеи, да, абсолютно с разных мест. Кто занимается своей профессиональной деятельностью, да, там, Алиш пишет много про, там, устраивает какие-то конкурсы, да, у него есть какая-то возможность. Он на этом помешан, да, у него там своя тема, да, подвязана. Саша Цой, да, предположим, пишет юмор. Ну, человек начитан, да. Читать побольше книжек, мне кажется. Читать побольше книжек, смотреть интересные вещи. Самому время интересно проводить. То есть, что можно интересного людям дать, если ты сам нифига, там, не делаешь интересного. А когда проводить интересное время? Если честно, ну, я вот уже вошел в ту стадию. Я знаю то, что Аля Бржавицкая, да, то же самое, вернемся к ней с кордокизот, она впадает в крайности. То есть, этот человек может просто тупо набухаться, чтобы у нее появилась какая-то новая фантазия. Она молодая, я на нее посмотрел, я ее в оффлайне видел, эту Бржавицкую, она... Нет, она нормальная. Нет, она нормальная, но... Она нормальная, это человек творческого, да, такого склада, вот, и постоянно что-то ищет. То есть, мне такие люди нравятся, которые, которые, там, предположим, сидят дома, они не думают, да, так, чтобы написать. Они идут просто и делают свое дело. Да, там, симпатику с Баглан тот же самый. Взял вас там, в субботу, вышел на этот митинг, чтобы у него был контент. То есть, человек не сидит, не ждет погоды там и море. Он идет просто и делает свое дело. Вот и все. Если что-то нравится, почему бы, там, не сходить, не посмотреть и об этом там не написать. Не, ну, вот просто интересно, это... Ну, вот я тебе объясню. Вот я, например, редко куда-то хожу по работе, потому что, ну, меня это прям вот утомляет, да, то есть, вот я или работаю, или перманентно я где-нибудь валяюсь, книжки читаю. То есть, у меня эти два есть, ну, перманентных состояний. Я либо пахаю, много общаюсь, такой весь, ва-ва-ва, вот там, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Либо лежу и просто, знаешь, там, нахожусь вот в таком, я не знаю, там... У меня тоже так же. Точно так же. Измышлении. Точно так же. Я могу там бурно, да, там, свою жизнь проводить, там, бегать туда, бегать сюда, какие-то интересные вещами заниматься, а потом просто прийти, лечь и сказать, все, меня нет, забудьте меня, там... Тебе вот это тоже надо, да? Мне это интересно, то есть, я люблю просто полежать, там, подумать, вот, отвлечься от всех этих мыслей, расслабиться. Прямо хорошо. Ну, это же хорошо, это классно. Я лично так провожу время. То есть, я на работе, я один, да, я домой прихожу, я стараюсь вообще забыть об этом интернете, мне это вообще не интересно. Да. Я прихожу, я включаю свой Евроспорт, да, и просто ухожу в этого, там, Джоковича, ухожу в этого, там, Леонеля Месси, да, там, предположим, в этот футбол, и все. То есть, на следующий день, когда я прихожу на работу, я уже другой, я уже свежий человек, который, у которого мысли отдохнули... А лет тебе сколько лет? 24. Не, ну, шикарно, то есть, вот, прям это, молодец. А эти какие книги тебя торкнули по жизни? Читать я начал, знаете, когда нормально начал читать, в 24. Вот это было... В смысле, до этого не читал? Я до этого очень мало читал, очень мало читал. Честно скажу, я там мог взять, открыть книжку, такую тоненькую книжку, и читать ее 2-3 месяца. Ну, потому что мне просто было неинтересно. Ну, так бывает, это ничего страшного. Кстати, спасибо Саше. Время разбрасывать камни, время собирать камни. Да, я не считаю то, что можно прийти к книге, там, к литературе и в 40 лет, и в 30 лет. Однозначно. Главное, ключевое слово прийти. Главное, чтобы это было не навязано. Главное, чтобы тебе самому было интересно. У меня отец, да, он тот человек, который, да я не знаю, наверное, скорее всего, все книги, которые существуют, вообще прочитал. Да, он прочел все книги, и он никак не мог не обидеть мне вот эту любовь. Видимо, потому что ты, может, и не читал до определенного момента, что просто тебе где-то немножко это... Да, просто мне давали не ту литературу, и все. Прививали. Отец мне давал ту литературу, которая ему интересна, детективы и так далее. Мне Саша Цой подкинул до Влатова. Я вообще не знал, кто это такой, да, я не увлекаюсь. Журналисты все его знают, но я не журналист, я инженер. Ты технарь вообще? Я технарь. Я закончил АЭС, вот, переведи, что это такое? АЭС, Алматинский институт эротики и секса. Ну, шучу, это энергетики и связи институты здесь в Алмате. Нет, ну, хорошее я, ничего, это же... Вот, я закончил АЭС на программиста. Ты же уже женат, тебе можно уже где-то там это слегка историю иметь, а то ничего страшного. Вот, я закончил на инженера, вот, и, ну, у меня не было такой, такой тяги, да, к литературе. Саша Цой навел. Не отец, не мой отец, Саша Цой. Я, он дал мне Довлатова почитать, я вылезал всего Довлатова, я прочел все его книги, вот, теперь дальше, например. У меня уже тряска идет, да, Саш, дай мне почитать, что это новое. Он мне дает другую литературу, ну, и так далее, то есть, вот. Читаю только по советам Саши. Ну, пока, да. У нас всегда на Чесноках возникают интересные идеи, вот, Цою привет передадим. Он действительно... Я не хотел много разговаривать про СВКшников, про Альфа и Цоя, потому что их много-много. Чувак, ну, а в чем проблема, то есть, мы же говорим не в том контексте, знаешь, что мы вот сейчас собрались, и там, надо нам пропиариться. Нет, мы просто, ну, сидим, общаемся, и Цой, мы про него говорим лишь потому, что, ну, мы про него говорим. Был бы чмошником каким, понимаешь, вот поверь, не говорили бы, то есть, ну, затем напрягаться. мы может завтра умрем, да, затем... Ацой останется жив. Ну, да, Ацой жив, да. Нет, просто Цой, пуская в Твиттере, рекомендует людям хорошие книги, в которых он действительно разбирается. Мне кажется, это будет еще одна фишка цоевская, очень хорошая. И для меня, если честно, очень приятно, что, вот, помимо всего прочего, Цой еще вот так на людей влияет. Вот, открыл для тебя литературу. Да. Это же шесть детских здоровых. Это классно, Я не отрицаю, это вообще классно. Вот, но много кто воздействует на меня, у меня есть такие авторитеты, для меня признанные, то же самое Алиш. Вот, человек, который, который... А как ты видишь, вот, Елик Баева, потому что, это же, для меня это личность, да, личность, личность, чувак, он для многих. Да, важна вот именно... для меня он как брат, то есть, я могу, там, спросить у него нормальный совет, мы часто переписываемся в личке, там, в скайпе, да, предположим, и часто задаю ему вопросы, которые меня, меня беспокоят. Лично по моей семье, в чем его феномен вообще? Алиша? Да. Он открытый, он такой, как есть, он ведет себя именно так, как он хочет. Почему он ушел из большой журналистики, да, потому что, потому что ему надоело молчать, и надоело скрывать именно свои мысли, а не мысли редактора, писать, там, в журнале. Редактор сказал написать это, он пишет это, а лишь не такой, он совсем другой. Он пишет то, что ему действительно интересно. Он там, да, посмотреть его текст, но его текст, он не крутой, да, он не пишет, как там, как Ремарк, как Довлатов, да, он не может написать, как Костя Нагаев, как Саша Цой. Но зато он пишет правильно, он пишет интересные вещи, и он действительно может дойти до человека, да, до его мозгов. Вот. Он там писал посты, где, я не помню, да, у него какие-то посты были на авторе, где он там, какого-то чувака, то ли с Китая, то ли откуда там, правительство не могло его привести, потому что там какие-то проблемы были. Вот. А лишь один пост написал, и до всех это дошло. Вот недавно он написал про какого-то, там, мента, да, который там, просто матернулся, извините меня, да? Да, я знаю, да, я читал. И все. Его уволили за это. И все, да, какая-то волна пошла. Хотя все менты по всей стране разговаривают матом. Ну, потому что, это, господи, ну, это, это же всегда так было, что в армии всегда разговаривают, там, есть русский, есть там казахский, есть матерный, да, то есть, так вот военный, он владеет железно тремя языками. Нет, это, ну, Алиш, Алиш, он такой, он пишет то, что действительно ему интересно, да, и он подносит это под таким соусом, вот, что люди такие начинают, действительно, какую-то волнуто падать. Сейчас интересную мысль скажу, знаешь, я вот на тебя сейчас смотрю, тебя слушаю, то есть, вот я по этой причине, на самом деле, пришел в казнет, почему, потому что ты вот, вдумайся, что сидит вот, и вы вдумайтесь, сидит 24-летний чувак, вот, и ты просто, ну, я не то, что там тебя хвалю, да, то есть, это, ну, но мне вот таких, как ты, есть еще двадцатка, где-то, нет, нет, есть человек 20 в казнете, да, перед которым, несмотря на их не юный возраст, то есть, к ним невольно начинаешь относиться с уважением, за, понимаешь, вот из-за этого, в возрасте же дело, на самом деле, там, в возрасте, потому что, в 24 года, я себя помню, у меня не было такой зарелости суждений, я не думал о тысяче вещах, о которых думаете сейчас вы, сейчас и правда что-то происходит, поколение другое, ну, типа да, вот, понимаешь, я не говорю, что у меня не было вот этой заточенности, да, я не говорю, что у меня не было веры в победу, я не говорю, что я там занимался неинтересными проектами, да, все это было так, но я смотрю на вас, вот, на вот это вот поколение вот этих 24-летних, как Седин говорит, поколение дебилов, да, да, сам он тогда такой, нет, да, Андрюха, классный чувак, но, но это же неправда, но это неправда, как бы, это неправда, и вот заради этого стоит идти в казнет, потому что там, вот я, например, почему зашел в казнет, я увидел для себя там много людей, которых вот в оффлайне у меня, к сожалению, было немного, вот, то есть в интернете вот классно, что, может быть, я, я вот ни с кем толком там и не общаюсь в том интернете, ну, вот так вот, по большому счету, но, я чувствую общую причастность свою к этим людям, потому что я их читаю, мне близок их образ жизни, да, мне близок их образ мыслей, то есть я им созвучен, многим из, вот, тех людей, да, то есть, и, как бы, меня это бодрит, потому что на определенном этапе, как бы, в жизни немножко скучно становится, ну, я не знаю. Да мне, мне, честно сказать, мне всегда скучно. Да? Да, даже когда мне весело, даже когда мне весело в интернете, мне становится скучно. Да, там бывает какой-то период, да, какая-то волна там взлетает, начинаются какие-нибудь холивары и так далее Ну это право, за этим наблюдаешь и становится кайфово, да Но такого мало, то есть людей, которые делают действительно офигенные вещи, таких мало, честно скажу Хотя могут, да, человек в жизни на самом деле интересен, а в интернете он мямля, да, извините меня, там такой няшка весь из себя Вот, пишет какие-то, какое-то говно, вот И хотелось бы, чтобы вот люди, какие есть они в жизни, чтобы они были такие же в интернете, вот И чтобы таких людей было побольше На самом деле много у меня таких друзей, которые, ну они здраво мыслят, да, там Я стараюсь выбирать друзей, которые такие адекваты, вот И очень трудно привести их в интернет Я заставляю прям, Дим, сядь, да, там, заведи свой твиттер, начни писать Потому что ты действительно, ты в жизни такой юморист, да, ты взорвешь любого Цоя, взорвешь любого Качмайла Но человек просто не понимает, а зачем мне это нужно То есть не видит смысл и... А зачем вообще интернет нужен? Да каждый понимает это по-разному Я на этом деньги зарабатываю Вот и все Но ведь не только Ну не только, мне интересно Мне кажется, если бы, ну, как, если бы это был просто бизнес, ты бы еще куда-нибудь свалил Мне, например, смотрите, я люблю читать статьи, да Я раньше не любил читать книги, но зато я люблю читать статьи издавно, да Такие в смысле серьезные? Ну, такие нормальные, обыкновенные какие-нибудь статьи, да, там, про еду, про часы, там, про какую-то поездку и так далее Ну, а маленькие-маленькие статьи Я не любил раньше никогда читать большие книги Ну, так бывает Да Журнальный формат И что мне нравится в интернете, люди могут высказать свое мнение по отношению к какому-то посту, да Я, например, написал какой-то пост в журнале, да, предположим, каком-то, либо газете Где я увижу какие-то отзывы? Да нигде То есть если там я скажу, то что такой-то какой-то критик, если мне там кто-то скажет Какой-то критик прокомментировал вот так-то, так-то А, окей, хорошо Я ему никак не могу на это ответить Интернет хорош тем, что я могу просто побеседовать с людьми на интересную мне тему Меня действительно, если какая-то вещь тревожит Да, Казактелеком отрубил мне интернет, да, предположим Когда я хотел посмотреть финал Лиги Чемпионов Но действительно меня это тревожит, да, почему я должен платить там какие-то деньги Хоть это и маленькие деньги, да, для, там, для Казактелекома Но я клиент, и меня это тревожит И я вот так начинаю излагать свои мысли на бумаге Вот, люди это видят, люди это комментируют И вот это подстегивает, это нравится То, что ты можешь найти всегда единомышленников Очень хорошо Предпоследний вопрос Я потому что вот уже чувствую Флюиды, исходящие от Самсона Я вот, знаешь, я вот чувствую, когда час заканчивается Да, вот я не знаю, почему То есть, вот сколько сейчас, Саня, по хранометражу? Час 0-3 Час 0-3, вот у меня, понимаешь, у меня внутренний таймер Я вот прям знаю Я даже не заметил, честно, понимаю Ну, чувак, вот, это вот Смотрите, чеснок это одно, да, там, сидишь уже на 30-й минуте засыпаешь А вот, понимаешь, я не знаю, как так получается Потому что мне 60 вот этих часов, ну ладно, из них 40 вот То, что мы наснимали этих чесноков Мне и правда было интересно Я же не прикидываюсь Ну, потому что, ну иначе нельзя объяснить, зачем это делать Мы сейчас чуть-чуть к этому вернемся Скажи мне быстренько, сколько стоит ведение нормального корпоративного аккаунта в СММ Потому что твое мнение, оно интересно Потому что сейчас по рынку непонятно это ценообразование Да, каждый, вот, а, эти цены назначает Такой мыльный пузырь, да Мыльный пузырь Да, и 2000 подписчиков в Фейсбуке Это совсем разные вещи И цена тут может быть разная, да В зависимости от самой аудитории, да Мы подходим иначе Мы смотрим клиента, берем у него какой-то бриф Изучаем Потом начинаем ковырять Какие социальные сети мы можем вам предложить Предположим, клиенту не подходит, да, там какой-то бренд Предположим, Мартель Ему не подходит ВКонтакте Но аудитория не та Да, конечно, не та И мы начинаем ковырять, да, что мы можем сделать В зависимости от объема работ Но я так предполагаю, где-то от 200 тысяч и выше Ну и Один бренд И чем может закончиться? Ну вот, от полутора тысяч до 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 спецпроектов До спецпроектов А спецпроекты там могут быть Ну, спецпроекты у них ограничения А если брать по таким аккаунтам, которые там ввести на ежедневной основе То, я думаю, до До трех тысяч Долларов, да Ну, кстати От полторы, от полторушки до Мне тоже нравится эта цена Потому что Съеден называл ту цену Он, ну, как бы, свои цены называл То есть то, что у него Нет, если это у него работает Бог с ним, пускай это работает у него У меня У меня все по-другому Мы Андрюша, в целом, мы желаем удачи Трехэтажной дачи Я когда-то хотел Попробовать тебя, что ты сегодня Отозвался на наш зов Вам спасибо Тебе спасибо большое, что пришел И с тебя, с твоей программы начинается отчет чесноков 2012 года Да, правда? Да А, не было, да, по-моему, в этом Нет, это будет первый чеснок в 2012 году И, ты знаешь, я рад Потому что вот искренне я хочу себе пожелать моим каким-то зрителям Потому что, наверное, кто-то это смотрит Чтобы у нас было побольше вот таких чувачел, как ты Спасибо На программах Давай, прибудет сила с тобой Все, спасибо